В кинохранилище номер два Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии хранят особо ценные документы. Самый старый и уникальный из них – это видео с похорон Ленина 1924 года, где участвовала делегация из Якутии во главе с Максимом Амосовым. Чтобы пленки не испортились, хранилище соблюдает особый температурный режим и проводит постоянную санитарно-гигиеническую обработку. У нас есть уникальные документы, четыре уникальные документа СССР 1945 года в Иссалданском Улусе, исследование Института Мирселетоведения Тарына в Верхоянском Улусе 1939 года, первый тюркологический съезд в Баку 1926 года. Вот тут нумерацию делаем, каждому документу есть свой номер, учетный документ, и тут все документы записываются в книгу учета. Каждый аудиовизуальный материал в центре проходит через отдел экспертизы. Здесь археографы проверяют сохранность и качество пленки, описывают каждую минуту и выносят важный вердикт – принять на госхранение. На данный момент археографы трудятся над фондом журналиста Василия Кустуктурова. Вообще работа археографа сложена тем, что нужно быть очень вдумчивым, очень внимательным и буквально каждый кадр смотреть и это все описывать. Мы видим первую плану, вот здесь мы видим, что начинается рабочая командировка Егора Фанасьевича Борисова. Тайм-кода даже написано, да, 0-0-0-0-10, да, секунд. Значит, археографы сразу пишут – обряд встречи, алгощит встречает Егора Борисова и делегацию. Все, точка. В центре Жигона поступает тысячи материалов от жителей республики и от разных учреждений. Эксперты делят документы на три категории – ценные, особо ценные и уникальные. Иной раз себя чувствую уже даже чуть ли не следоком, как говорят, о том, что по какому-то маленькому кадру, по какой-то детали мы определяем год, мы определяем личность, мы сличаем вот эти личности, о, это, это персона, не эта персона. Иногда бывают, как говорится, нестыковки, но все же время мы стремимся прийти к истине, именно к достоверности. А сотрудники техотдела работают с практически любыми носителями аудиовизуальной информации. Они перезаписывают с кассеты на кассету любого формата – ВХС, DVD, DVCAM, также переводят на современные носители. Сегодня в техотделе хранится материал с общим размером 500 с лишним терабайт. Специалисты планируют в будущем внедрить электронный каталог видеодокументов с поисковой системой с большим облачным хранилищем. Цифровый материал мы храним в DVD-дисках, либо на внешних накопителях, но это как бы уже старые версии, получается, хранения. Нам бы сейчас вот именно новое цифровое хранение надо, это система хранения данных, и, конечно, бы это нам дало работу, убыстрение, улучшение, и для условий хранения оно было бы намного лучше. Архивист Алена Марсанова работает в центре с 2006 года. За эти годы у нее с кинопленками сложились особые отношения. Она по-матерински заботится о каждой из них. Высыхает пленка, да, долго, если хранится. Все время надо увлажнять, температурный режим соблюдать надо. А что, как часто вот это нужно делать? В пять лет один раз получается. А у нас в фонде столько, что даже бывает, не успеваю. Работники центра не только собирают, хранят и архивируют кинодокументы. Они еще создают свои фильмы. Один из последних проектов – это картина «Учитель перед именем твоим» про физмат образования в Якутии. В целом достаточно много фильмов снято, около 60 фильмов. Я думаю, что вот эта ниша документалистики, она не то что свободна, она мало сегодня наполняется и не соответствует той потребности, которую общество просит на самом деле. Потому что у нас очень много всяких социально значимых проблем, которые надо освещать и давать объективную оценку и с помощью экспертов и так далее, которые могут объяснить то или иное явление. В фонде национального центра сегодня хранится более 40 тысяч аудиовизуальных документов. Это ценное госимущество храняется региональным законом, принятый в 2005 году. Отметим, что Якутия является единственным субъектом в стране, который имеет такой закон. Ну а центр имеет также свой собственный музей кино, созданный в 2001 году. Как отмечают сотрудники, интерес к прошлому есть всегда. В среднем в центр каждый год обращаются более 200 представителей различных структур и частных лиц. Елизавета Васильева, Виталий Матвеев, Луз Медиа. Субтитры создавал DimaTorzok